1 июня Гомель впервые за 11 лет возобновит регулярное авиасообщение с Москвой. Перевозчик российская компания «Сибирь» станет совершать три рейса в неделю до октября. Если самолеты не будут пустовать, полеты продолжат. При низкой загрузке очередная реинкарнация маршрута «Москва-Гомель-Москва» будет завершена. Есть ли шанс сохранить это направление? И может ли гомельский аэропорт вновь стать птицей высокого полета? Выясняла Анастасия Кучинская. До лета еще полторы недели, а пару отпусков в гомельском аэропорту уже почувствовали. Движение существенно оживилось. Чартеры летят в Турцию, Болгарию, Черногорию, Египет. Самые популярные бюджетные направления. Долгие переезды крадут отпускное время. Самолет в этом плане самый комфортный способ передвижения. Полтора часа на регистрацию, еще четыре часа полета. И скоро эти пассажиры выйдут на морском берегу. Оказывается, из Гомеля до моря сейчас рукой подать. Четыре часа это до Египта. До Болгарии, например, в два раза меньше. Сэкономленное время – первая причина, почему гомельчане хотят хоть и дороже, но лететь из своего города. Но есть другие. Мы просто не хотим лететь через Бориспель. Там надо границу ждать, ехать куда-то добираться. А это наш родной город, здесь спокойнее. Куда летали? Два раза в Турцию, в Черногорию, в Египет. Сами из Минска. Но летим из Гомеля, выбрали этот аэропорт. И на путевке это дороже? И на путевке, да, конечно. Из Минска дороже, чем из Гомеля. Чартеры – это только для тех, кто купил путевку в турагентстве. По обычным билетам улететь из Гомеля летом можно будет в Калининград и Москву. Но это совсем не значит, что в остальное время аэропорт будет пустовать. Отсюда улетают и сюда же возвращаются самолеты с белорусскими детьми, проводящими лето на оздоровлении в Италии и Германии. И вахтовиками, работающими в Западной Сибири. Плюс бизнес авиации, техника МЧС. Время от времени приземляются и случайные суда. Аэропорт Гомель – запасной для 18 тысяч самолетов. Если на борту поломка или Минск не принимают, останавливаются здесь. Открытие каждого нового маршрута сотрудники, а их около 400 человек, встречают с оживлением. Здесь еще достаточно людей, которые помнят, как Гомель-Авиа летала по всему Союзу. А маленькие Ан-2, пресловутые кукурузники, гоняли почти с той же регулярностью, с какой сегодня маршрутки от автовокзала. Летали у нас самолеты Ан-2. Речки, Ветка, Светлогорск, Октябрьский. Пользовались рейсы постоянно спросами. И самолеты пустыми не летали. В те же времена, практически в дневную смену, где-то было порядка 38 самолетов вылетов. То есть Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Петрозаводск, Минск, Гродно, Киев, Львов, Запорожье, Воронеж, Самара, Крышево. Рейсов было очень много. И билеты было достать невозможно. К земле Гомель-Авиа прибил 98-й. Три года не было вообще ни одного регулярного рейса. К 2011-му компания была признана банкротом и перестала существовать. Нынешний руководитель аэропорта Павел Новоселов работает здесь больше 40 лет. Своими глазами видел и расцвет гомельской авиации, и ее упадок. Говорит, что до 2011-го в лучшее не верилось. Но аэропортовый комплекс присоединили к гомельскому филиалу БелАэронавигация. И ситуация стала исправляться. Когда предприятие перешло к нам в БелАэронавигацию, то есть была возможность обновлять основные фонды, производить модернизацию оборудования. Конечно, вы сами понимаете, наверное, когда нет финансов, сложно решать эти все производственные вопросы. За последнее время обновили кафетерий, транзитный зал. Сделали другие важные, хоть и невидимые, пассажирам работы. Уже этой зимой собираются заняться реконструкцией зоны вылета. Из сервиса, кроме кафешки, пока банкомат, медпункт и платная парковка. На ней, кстати, можно оставить авто перед отлетом, а забрать уже после отпуска. В гомельском аэропорту хотят и готовы развиваться. Резервы есть. Мы можем обслуживать в час до 500 пассажиров. То есть это одновременное обслуживание двух достаточно больших воздушных судов современных. Ну, если брать, например, самолеты Боинг, то это два самолета Боинг 737-800 по 190 пассажиров. То есть одновременно на прилет и на вылет. Десять таких рейсов в сутки для нас переработать, это никакая не проблема. Прошлый опыт и простая математика показывают, летать есть кому. Только в Гомельской области проживает почти полтора миллиона потенциальных пассажиров. Еще соседние регионы, из которых до нашего областного центра, недалеко. Впереди Гомельский экономический форум. Это хорошая площадка для поиска инвесторов и партнеров. В том числе и тех, кто захочет сотрудничать с Гомельским аэропортом. Его потенциал представляют ежегодно. Но логистика – дело сложное и дорогое. Формирование ценовой политики еще сложнее. Деньги умеют читать перевозчики и обычные пассажиры. Пока суммы не устроят все стороны, расцвета Гомельской авиации ждать не приходится. Но в этом году в послании белорусскому народу и национальному собранию президент Александр Лукашенко потребовал сделать Беларусь интересной страной для богатых людей со всего мира и по-настоящему привлекательным транзитным узлом. В кулуарах поговаривают и о туристическом безвизии для Гомельского аэропорта. А это обещает уже системные изменения. Анастасия Кучинская, Евгений Макинка. Специально для Новостей недели.